Всем привет! Меня зовут Антон Дорофеев и это футбольный канал Спорт24. У нас специальный выпуск в движи и, как вы видите, мы жертвуем качеством ради оперативности освещения тех событий, которые происходят в мире фан-движений прямо в эту секунду. Все мы помним, что после матча ЦСКА-Зенит многие болельщики армейского клуба удерживались на трибуне, хотя время было уже за полночь, потом их доставляли в ближайшие отделы полиции, на кого-то составлялись административные протоколы, кто-то после этого отправился в суд, получил бан два года и штраф 20 тысяч рублей. По официальным данным в отделы полиции было доставлено 400 человек, по слухам этих людей было намного больше. После этого армейские фанаты в знак протеста против действий полиции объявили о том, что в следующем туре они покидают трибуны на 19 минуте 11 секунды. Остальные фан-движения объявили о солидарности с армейцами. Подобная акция уже была два года назад, ее тогда поддержали по всей России. В этом видео мы собрали мнения заводящих команд, где они объясняют свою позицию, объясняют, почему оставляют свои клубы без поддержки и объясняют, чего хотят этим добиться. К московским клубам и «Зениту» присоединяются фан-движения из других городов. Мы не успеваем собрать в этом выпуске мнения из всех городов, но помним, что акция вполне возможно станет всероссийской. И так это в движи будет интересно. Всем привет! Я являюсь заряжающим южные трибуны фанатского локомотива. И сегодня хотел бы выразить наше мнение по поводу инцидента, который произошел с ЦСКА. Конечно, как и все фанаты, мы считаем это полным безобразием и несправедливостью. Но фанаты локомотива понимают ЦСКА, наверное, как никто другой. У нас раз в год подобные мероприятия проходят плюс-минус. Конечно же, мы не могли оказаться в стороне. Так как мы предложили одни из первых покинуть трибуны на 20-й минуте, потому что считаем, что это был выпиющий момент с задержанием такого количества фанатов. В первую очередь, это солидарность с армейскими болельщиками. И это акция протеста против произвола правоохранительных органов по отношению к фанатам. Это поддержка всех, кто сейчас забанен, необоснованно забанен, находится под уголовным преследованием. То, что случилось с армейцами, случалось в частности с нами в Питере, провода команду в Тулу, когда было заведено уголовное дело. Завтра это может случиться с любым болельщиком на трибуне, посетив посетителем футбольного матча. Доброго дня. Решение уйти со стадиона принято в связи с тем, что болельщики ЦСКА в последнем матче с «Зенитом» столкнулись с неправомерными действиями со стороны правоохранительных органов. И в данном случае, я считаю, все фанатское сообщество должно быть солидарно и поддержать армейцев. Сегодня это случилось с ними, завтра может случиться с кем угодно. Учитывая события, произошедшие на матче ЦСКА «Зенит», считаю, что нужно обязательно поддержать акцию армейцев. Тем более, они в 2019 году уже поддерживали нас. Печально, но это вновь повторяется. Поэтому я считаю, что мы обязаны поддержать. Ну, не только мы, а все фан-движения России, а желательно еще и вообще Восточной Европы. Насчет эффективности данных акций, считаю, что все равно надо делать, какая бы ни была от нее польза, но польза все равно есть. Обязательно комментаторы про это скажут, что обязательно будут массироваться в СМИ, все равно будет какая-то огласка. Все опять повторяется. Что мы уходили в 2019 году, что придется уйти сейчас. Это больше, наверное, для привлечения внимания и знак солидарности. Сомневаюсь, что это взимеет, конечно, какой-то вес. Мы объединились все. Это, как минимум, публичное заявление о проблеме в рамках закона. Это консолидированная позиция людей о беспределе произошедшем. Чтобы эту проблему не удалось замолчать где-то в кулуарах или как-то еще. Потому что на данный момент мы имеем только несколько официальных, назовем их, отписок. И все. Есть такой термин – несоразмерность деяния тяжести наказания. Почему у нас за 20 фаеров массовую трибуну держат на морозе. Там предлагают стаканчики пописать. Потом шеренгами всех в автозайке до утра. А кого и больше держат в отделениях. Если никак никто не отреагирует из вас имущих, значит, будем делать повторно. Как-то за свои права надо бороться. И надо что-то делать. В любом случае не молчать. Я вообще считаю, что нужно полностью игнорировать все матчи РПЛ. Всем фанатам, всем людям, которые приходят на трибуны. Они должны быть солидарны с теми людьми, которые занимаются активной поддержкой. Насчет поддержки команды. Что мы, получается, оставляем команду на 70 минут без поддержки. Ну, я хочу немножко сказать, что футболисты тоже там не все получают большие. Ну, точнее, получают большие деньги там все. Но к тому, что не все живут в какой-то прострации и непонимании. И как бы ребята тоже все прекрасно понимают. И я уверен, что 80-90%, а то и 100 футболистов осведомлены и с пониманием отнесутся к данной ситуации. Футболисты должны с пониманием отнестись. Конечно, сейчас тот редкий случай, когда Динамо показывает высококлассную, привлекательную игру. Команда находится на втором месте, недалеко от лидера чемпионата. Ну, футболистов мы известим. Думаю, что все отнесутся с пониманием, потому что сегодня это коснулось армейцев, завтра коснется кого угодно. С несправедливостью надо бороться. Это важнее в данном случае поддержки команды. Поддержка команды не ограничивается только чашей стадиона. Это не значит, что мы ушли и забыли про команду и перестали поддерживать, болеть за нее. За «Спартак» болеют люди по всей стране, по всему миру, да, это миллионы людей. Еще раз говорю, это не ограничивается чашей стадиона. Тем более парни и клуб, да, уважают и понимают нашу позицию, о чем заявили официально. Мы топим за них, они должны топить за нас, потому что мы все это «Спартак». Что касается фан-иде, ну, в нашей стране, наверное, это возможность убрать. Неугодных людей с трибуны, потому что, вспоминая опыт Кубка Конфедерации, чемпионата мира, Европы, я знаю, что паспорт болельщиков не смогли получить люди, которые там по 15-20 лет нигде не участвовали, законопослушные граждане прекрасные, отцы, родители и так далее. Поэтому захотят, не пустят вообще никого. И ты никак не сможешь доказать свою правоту. Это Россия. С таким уровнем организации футбола у нас в стране, да, с качеством самого футбола, с отношением таким правоохранительных органов, позитиву у обычного болельщика прийти повторно или вообще прийти на футбол, оно само по себе отпадет. С приходом фан-иде, я думаю, будет упадок именно активной поддержки. Но останутся там на трибунах какие-нибудь Кузьмичи, которым все равно на вас, на нас, на «Спартак». Я знаю, что в иностранных секторах есть люди, которые переживают. И раньше сами являлись частью активной поддержки. Поэтому я надеюсь, что приходом фан-иде все поймут ущербность данного проекта и выведут его из нашего футбола. Мы же прекрасно понимаем, проект, на который выделяются большие деньги, он будет реализован. Здесь мы ничего сделать не можем. Поэтому вот есть такая ситуация, имеем то, что имеем. Хотелось бы, чтобы все парни больше верили в себя, больше боролись. И было меньше комментариев, которые я читал в последнее время. Что вот, зачем все эти протесты, смысл там что-то делать. Считаю, что делать надо всегда и надо быть честным перед самим собой. Потому что даже если что-то не получится, ты потом можешь подумать и сказать, что да, мы старались, да, мы пробовали, мы были активны, но не получилось. Это будет все равно лучше, правильнее и честнее, чем просто сидеть и молча, и возмущаться в комментариях. Вот мой посыл такой и, в принципе, позиция фанатов «Локомотива» является вот такой вот. «Локомотива» «Локомотива» Ждем, будем шечь, вперед, мы с нами, ребята!